Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики канала Про цветок. В этом видео с вами я, Пашка Ивач Анна. И мы говорим на такую тему, когда копать морковь. Когда подходят оптимальные сроки для уборки данного корнеплода. Очень часто можно услышать различное распространенное мнение о том, что морковь готова, когда у нее раскидывается ботва. Я могу сказать, что это не совсем верно, поскольку раскидывание ботвы или ее стоящая розеточная листовая часть, она является чисто сортовым признаком. Поэтому однозначно утверждаю, что раскидывание листвы говорит нам о готовности моркови к уборке, не приходится. Еще одним заблуждением, на мой взгляд, является то, что говорят о том, что морковь готова к уборке, тогда, когда у нее буреет ботва. Но побурение ботвы может быть спровоцировано не только тем, что морковь уже на стадии биологической спелости, но также может быть в первую очередь спровоцирована развитием различного рода заболеваний. Поэтому однозначно утверждает, что побурение ботвы свидетельствует о готовности моркови к уборке, также не приходится. Самое важное и самое первое, на что стоит обратить внимание при уборке моркови, это те сроки, которые хорошие производители, ответственные производители, обязательно напишут на обратной стороне пакета. По этой причине вспоминайте, какие сорта вы выращиваете у себя на участке, обязательно смотрите о рекомендуемых сроках уборки и придерживайтесь данных рекомендаций. Если у вас на участке большое разнообразие корнеплодов, вы не можете восстановить те сорта, которые высеяли, тогда обращаем внимание на развитие корнеплодов. В настоящее время самым распространенным сортотипом из шести основных, которые известны для моркови, является сортотип Нанская, которую я сейчас держу в руках. То есть такая продолговатая цилиндрическая морковь с затупленным концом. Так вот, когда мы выдергиваем морковь, и когда мы видим, что у этого сортотипа достаточно острый, еще острый кончик, который не перешел в стадию затупления, это говорит о том, что нашему корнеплоду еще продолжительное время расти и наливать корнеплод до затупления кончика. Если мы выращиваем другие сортотипы моркови, например, Амстердамская или Шантаны, то традиционно мы обращаемся к тем сортовым формам и размерам, которые заявлены производителем как оптимальной к уборке, и убираем. Если же мы не можем восстановить размеры, характерных для сорта, то тогда, выдергивая морковь, мы оцениваем полноценность развития корнеплода. Например, сорта Амстердамского сортотипа должны быть на уровне 20 см в длине и порядка 2 см в диаметре. Если мы говорим про сортотип Шантаны, то тогда это около 5-7 см и диаметр от 5 до 7 см. Обращайте внимание на сроки созревания моркови, на те группы спелости, которые вы высели у себя на участке. Сильно долго передерживать морковь нет необходимости, поскольку когда у нас корнеплоды готовы к уборке, то они могут пускать вторичную корневую систему, обрастать боковыми корешками. Это будет провоцировать отток накопленной влаги от корнеплода к корешкам. И таким образом у нас будет наблюдаться легкое увядание самих корнеплодов и впоследствии это сократит сроки его хранения. Любая морковь, амстердамская, нанская или шантаны, нуждается в особом уходе во второй половине августа и в первой половине сентября. Не забываем следить за влажностью в междурядьях посевах моркови, поскольку застои влаги будут способствовать быстрому развитию различных грибных заболеваний. Также я слежу в наличии и развитии морковной мухи, которая будет сопровождать корнеплоды на протяжении всего вегетационного периода. Если вы выдергиваете корнеплод и там находятся такие белоспецифичные наросты, то это первый признак, который говорит о том, что в почве живет и работает морковная муха. Проводим профилактические и лечебные мероприятия. И не забываем, что морковь для того, чтобы не растрескиваться, содержать большое количество питательных компонентов, сахаров в частности, нуждается в таком элементе, как калий. Поэтому минимум два раза за сезон активного нарастания корнеплодов необходимо провести калийные подкормки. Допускаются как листовые, так и корневые. И немаловажный момент это время уборки моркови. Если вы убираете морковь в яркие полуденные часы, то зачастую будет наблюдаться увядание корнеплодов. Поэтому выбираем более подходящее время и температуру для уборки корнеплодов, которые будут способствовать их лучшей сохранности. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале Процветок. Не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова